Турция продолжает свою борьбу против терроризма и с этой целью готовится к проведению наземной операции, предвещающей её начало воздушной удары на севере Сирии, где расположено крыло запрещенной стороне рабочей партии Курдистана. Сейчас просто необходимо, считают военные эксперты. Проведение воздушной операции в самом начале нужно для того, чтобы минимизировать число потерь. У Турции сильная и эффективная авиация. Именно благодаря ей были поражены 80 целей на территории в 600 километров. При этом были задействованы 50 самолётов и 20 беспилотников. Таким образом, удастся пресечь передвижение террористов по всем полям. Воздушную операцию Турция проводит с 20 ноября. Она направлена против продолжающей своё существование в Сирии террористической организации РПК. Под прицелом их военные базы. Турция борется с терроризмом на протяжении 40 лет. За это время она использовала огромные экономические ресурсы, потеряла свыше 40 тысяч граждан и сил безопасности. В Турции уверены, эти террористические организации создают и поддерживают некоторые акторы на международной арене. Определённые страны региона оказывают им поддержку. Турция хочет положить конец этой борьбе. Проблему нужно искоренить. По мнению экспертов, начавшиеся боевые действия турецкой армии можно назвать операцией возмездия. Целью операции является обеспечение безопасности границ страны. Эсамиралии Васибиси.